На восточном побережье Средиземного моря находится обитаемый остров, носящий название Арвад. Упоминания об острове можно найти даже в Библии в Ветхом Завете. Главной достопримечательностью этого клочка суши является огромная мегалитическая стена, построенная, как предполагают некоторые исследователи тысячи лет назад неизвестной цивилизацией, которая возвела ее из камней весом в несколько тонн. Удивительно, но стена опоясывала весь остров, протянувшись на несколько километров. Существование этого громадного сооружения породило множество теорий и гипотез. Кто, как и зачем тысячи лет назад мог возвести гигантскую стену высотой не менее 10 метров из каменных блоков, длина которых достигала 6 метров, а высота доходила до 2. Что послужило причиной, заставившей строителей построить такую массивную, мегалитическую стену. До сих пор нет вразумительного объяснения, почему не использовались блоки меньшего размера, что облегчило бы работу при возведении этого колоссального сооружения. Остров Арвад был колонизирован в начале второго тысячелетия до нашей эры финикийцами, став со временем независимым королевством, известным как Арвад-Арадус или Джазират. Последний термин означает «остров». Несмотря на засушливый климат и скалистую поверхность острова, на данном клочке суши располагался большой торговый город, имевший настолько мощный флот, что об этом написано в древних египетских манускриптах. Некоторые современные историки относят возведение мегалитической стены к эпохе селевкидов, а, возможно, и к финикийской эпохе. Другие специалисты считают, что стена является одним из классических примеров римской архитектуры. Однако ни те, ни другие достоверно не знают, зачем она была построена. Они предполагают для того, чтобы защитить остров от завоевателей, а, возможно, это было сделано для защиты от больших волн, характерных для этой местности. Большая часть защитного сооружения острова была разрушена после захвата города арабами в 650 году до н.э. Оставшиеся части стены были разрушены после изгнания мамлюками рыцарей-тамплиеров осенью 1302 года. Уцелело лишь несколько сегментов Великой Стены, которые возвышаются у самой кромки воды, они-то и сохранились до наших дней. В настоящее время от стены остался только ее фундамент, но в ходе исследования этого места были получены доказательства, полностью противоречащие тому, что говорилось ранее. Одно из самых значительных доказательств заключается в том, что стена намного старше, чем считалось ранее. Оставшиеся каменные блоки стены, которые когда-то были разбросаны по всему острову и использовались современными жителями в качестве строительного материала, позволяют предположить, что в далеком прошлом произошла катастрофа библейских масштабов, которая привела к разрушению стены. Считается, что этой катастрофой был описан и в Библии Великий поток, посланный Богом для искоренения всех предыдущих цивилизаций. Специалисты не исключают, что остатки стены, которые сейчас видны, могли быть частью еще более крупного сооружения. Они связывают это с тем, что тысячи лет назад уровень моря был намного метров ниже, чем сегодня. Море вполне могло скрывать другие стены или мегалитические сооружения равного или большего размера. Современное состояние стены Орвада, а также необъяснимость ее строительства, натолкнули некоторых исследователей на мысль, что до Великого потопа существовал мир, который, к сожалению, утрачен вместе со всеми его знаниями. Люди всегда пытались найти самую древнюю цивилизацию, которая породила все остальные. Египтяне помещали ее на затонувшей Атлантиде, индейцы на континенте Му, а дикое африканское племя Дагонов уверено, что прародители первой цивилизации на Земле прилетели с планеты, обращающейся вокруг сдвоенной звезды Сириус. У сторонников альтернативной истории развития нашей цивилизации существует версия о том, что на месте многочисленных островов в Тихом океане находился огромный континент. Потом континент раскололся и частично затонул, а на самом большом острове между Индокитаем и Австралией возникла древняя неизвестная цивилизация, но и ее постигла печальная участь. 12 тысяч лет назад в результате природных катаклизмов от всего материкового массива суши остались только острова. Множество островов, а выжившие потомки древней неизвестной цивилизации остались жить на островах. В это сложно поверить, но существуют находки, загадочные древние артефакты и многочисленные сооружения в Меланезии, Микронезии и на Полинезийских Тихоокеанских островках, которые говорят, что в этом регионе существовала огромная неизвестная империя или цивилизация. Остров Рапа-Ити славится многочисленными каменными памятниками древней полинезийской культуры. Особого внимания среди них заслуживает производящее необычное впечатление каменная горная крепость Маронга-Ута, практически неизученная археологами. Причем на острове помимо этого сооружения находятся остатки еще 12 других столь же некогда могучих крепостей. Правда, состояние их удручающее и порой сложно понять, что эти сооружения когда-то были фортификационными. Внешне древнее сооружение похоже на ступенчатую пирамиду. Существует версия, что эти крепости были построены племенами, жившими на острове, для защиты своей территории и искудных природных ресурсов от набегов соседей. К сожалению, многочисленные руины и каменные террасы, на вершине которых расположены древние сооружения, которые считаются крепостями, до сегодняшнего дня основательно не раскопаны и не исследованы. Осталось лишь одно письменное свидетельство этих построек. Их описал в своей книге путешественник Тур Хердал. Вот что он пишет. Селение было основательно укреплено. С юга путь к нему преграждал широкий ров со стеной. Чтобы бурные ливни не смыли хижины в пропасть, строители терпеливо перенесли из долины наверх сотни тысяч обломков твердого базальта, которыми подперли террасы. Камни чрезвычайно искусно пригнали друг к другу без всякого связующего раствора. Тут и там кладку пронизывали дренажные каналы. Торчали продолговатые камни, образуя своими выступами лестницы, которые соединяли между собой карнизы. Здесь же находятся развалины необычного объекта. Общая высота сооружения 50 метров при поперечнике в 400 метров. Другими словами, это самое большое известное нам сооружение в Полинезии. Также на острове побывал Жан-Ив Кусто. Остатки древнего необычного объекта Маронго-Ута можно увидеть в его фильме «Таити. Огненные воды». К полинезийскому ареалу относятся более тысячи островов, которые тоже хранят немало тайн. У полинезийцев существует множество мифов, дошедших до нас из глубокой древности. Они рассказывают о первых людях, о сотворении мира, о смерти и загробном мире. Причем истории, рассказанные на разных островах, отличаются в деталях и совпадают по основному сюжету. Нередко в них упоминается, что когда предки островитян приплыли на новую землю, там уже жили другие люди. Но кем же все-таки были те, кто построил загадочные сооружения на острове Рапа-Иди? Предками тех полинезийцев, которые там живут сегодня? Или теми, от кого не осталось никаких следов, кроме этих построек? Когда-нибудь мы это, возможно, узнаем. Земляная крепость Святой Анны, расположенная в Ростовской области, это единственное в своем роде фортификационное сооружение, сохранившееся до наших дней в таком хорошем состоянии. Если посмотреть на памятник оборонительного зодчества XVIII века с Земли, ничего примечательного не заметишь. А вот если глянуть на нее с высоты птичьего полета, то удивлению не будет предела. Это связано с ее необычными, как для такого рода сооружений формами, породившими множество легенд невероятных историй, связанных с звездчатыми крепостями. Крепость Святой Анны, или Аннинская крепость. Это земляное оборонительное сооружение России находится в трех километрах от Старочеркасской станицы. Для укрепления южного форпоста российских земель было решено начать строительство крепости в этом регионе. Именно эта версия считается официальной. Для этих целей в Черкасск были отправлены сразу два высококлассных специалиста в проектировании укрепительных сооружений. Генерал-инженер Петр Дебриньи и тогда еще полковник Де Кулонг. Благодаря их изысканиям определились с местом строительства земляной крепости. Хотя Дебриньи и был категорически против именно такого расположения, это подтвердилось спустя некоторое время. В то время возникали постоянные угрозы со стороны Крымского ханства и Турции, и по этой причине приграничные районы со стороны материка старались использовать по полной. Благодаря Аннинской крепости удалось укрепить передовой рубеж развертывания русских войск в крымском и турецком направлениях. И, как показала история, она отыграла немаловажную роль в русско-турецкой войне 1735-39 годов, выступая в роли опорной базы для основных военных сил, участвовавших в этой кампании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова